Сейчас, секундочку. Добрый день, очень добрый вечер уже. Вы только что видели включение прямого эфира. Это был город Краматорск. Я сразу извиняюсь за медиков, но они немножко не умеют пользоваться техникой, поэтому как могли, они донесли информацию. Значит, я немножко перевяжу вам все их слова, которые были. Ситуация в следующем. В Краматорске не выплачивается заработная плата в 300% на протяжении всего этого времени, сколько объявлен на эпидемию. То есть им ни копейки не заплатили, там какие-то кидают там 1000 гривен, 500 гривен, а в целом ничего не дают. Губернатор Донецкой области отморозился полностью, он не контролирует ситуацию. Местный департамент, естественно, также не контролирует ситуацию. И достучаться ребятам, фельдшерам со скорой помощью просто нереально в город Киев, потому что их не слышат. И вот как бы есть, знаете, как маленький период этого времени, когда они, возможно, еще готовы услышать и понять, и получить те деньги, которые есть. Если им не выплатят эти деньги в ближайшее время, ребята готовы также в Краматорске подниматься, и медики будут подниматься в Донецкой области. Не забывайте, дорогие мои украинцы, что Донецкая область – это передок. Передок такой, который сдерживает абсолютно все то, что там творится на той стороне. И если сейчас вот там вот начнется бунт медиков, то поверьте, вот все, что там есть, оно начнет идти в сторону, вглубь нашей страны. И тогда уже ничего не поменяешь. Одно дело, когда где-то там в селе пытаются кинуть медиков и не выплатить. Другое дело, когда не платят деньги на передке. Это те люди, которые непосредственно работают в зоне АТО. Поэтому я очень хочу, чтобы еще раз наш президент и наши все министры, аваковы, шмигели, бигели, дулики, жмурики и все остальные, я уже даже не хочу называть, включили свою опилковую голову, да, чтобы подумать, что вы вытворяете вообще? Нахрена вы это врете с утра до вечера? Ну, с этим вопросом обязательно еще вернемся. Сейчас я нахожусь в городе Бровары, и вы прекрасно знаете, что не обхожу два момента. Это медицина в нашей стране и дети. И знаете, на меня вышла журналист с города Броваров, попросила, чтобы я приехал и показал ситуацию, проблематичную ситуацию в городе Броваров у одной семьи. Это многодетная семья, у них пять детей, они арендуют дом, и ситуация в следующем. Этот дом был продан, ну, понятно, там люди, люди купили, и, естественно, многодетной семье нужно выехать с пятью детками. Выехать им некуда. Глава семьи потерял работу во время карантина и пытается сейчас что-то найти, чтобы как-то прокормить детей и найти жилье, но местный мэр, точнее, мэр города Броваров просто отморозился и не хочет помогать многодетной семье. Хотя, опять же, возвращаемся к этому вопросу. Господин Зеленский у нас во время своего кандидатства, во время того, как он пришел, приходил к власти, он говорил о том, что приоритет у него дети, многодетные семьи, медицина. В общем, помните вот эти все лозунги, кричащие, которые были? Да что говорить, давайте я вам просто покажу наживо, как оно все есть, и вы все сами увидите. Вот, отец семейства, добрый день. Давайте, расскажите в двух словах, что сейчас происходит, чтобы люди слышали и понимали. Это получается, мы арендуем дом уже 5 лет. Да. Вот, как бы, ну, с хозяинами все нормально дома, но перед карантином они его продали. Вот, и новые хозяева хотят, конечно, заехать в свой дом. Ну, естественно, не имеют на это право. Да, нам необходимо съехать, вот. И за время карантина, то есть, как бы, мы эти средства и расходовали, которые у нас были там запасы. Да. И фактически сейчас, чтобы снять жилье, там, ну, есть мало, плюс надо погасить задолженность, как бы, перед этими новыми хозяинами, вот. И получается ситуация такая, что мы обращались, как бы, и по месту, чтобы нам помогли хотя бы время на что-то, да. Ну, допустим, там, на месяц, на два куда-то разместиться, и когда дела уже закрутятся, какие-то будет работа, то мы уже там будем что-то решать, как и мы до этого, ну, арендовали 10 лет, ну, просто в разных местах. Ну, понятно. И все решалось. Вот, но, к сожалению, ну, никто на это не отреагировал, и вот, как бы, все просто плывет так. А местная власть, вот я говорю по поводу мэра Броваров, к мэру Броваров ездили? Да, супруга обращалась, то есть, она, как бы, с ним встречалась, но это еще было раньше, до карантина, потом, во время карантина возможности такой не было, потому что все встречи были просто закрыты. То есть, не было возможности встречаться. нас, вот, как бы, бросили на прозу судьбы, что вам надо сам самим, с пятидетками что-то решать, я так понимаю, да? Ну, фактически, да, это наша проблема, нам ее решать. Ну, давайте зайдем тогда, вот, чтобы люди видели, люди знали, если вы же не против. Да, может быть. Потому что обычно у нас там думают, что люди бездомные, там, бомжи, чтобы все понимать о том, что бросается на произвол. Вы обращались к мэру Броваров, что он вам сказал? Ну, год назад я обращалась, тоже у нас была, ну, уже с работой не очень хорошая ситуация, но нам тяжело, вроде. Я обращалась, говорю, помогите, хотя бы какие-то программы или что, да, чтобы можно было с жильем как-то решить. Ну, он говорит, вроде бы сказал, что можно и так, и так, и так сделать, ну... Ну, что сказать, понятно, это не сделать. И вот сейчас вы ему писали, звонили, вот, буквально, потому что вы понимаете, что вам остается здесь совсем немного времени. Я писала, ну, у нас есть много ответов, там, где нам просто отказывают и все говорят, нет, потому что это не ваша очередь, и не обращай даже внимания, то, что у нас... Подождите, пять детей, не ваша очередь? Ну, потому что перед нами еще тоже такие стоят, ну, как, у них хоть и есть свое жилье, ну, маленькое, но они все равно на очереди стоят, да? А у вас же вообще жилья нет? У нас нет своего жилья. Да, но это не учитывается. Ну, тут вопрос даже не то, что жилье, вот тут вопрос, хотя бы, там, какая-то временная помощь, чтобы куда-то переехать была возможность. Но чтобы вам хотя бы дали какое-то временное жилье, пока вы сами... Да, для адаптации, да, чтобы когда все там заработает в полной мере, допустим, там, те же, то есть, тот же бизнес, то тогда уже мы будем, как бы, крутиться, как и для этого жилья. То есть, такое дело. Я в шоке. Такая ситуация, что, ну, обычную зарплату мы, ну, чтобы заплатить, там, 10 тысяч за аренду, да, ну, и за что-то жить, ну, это просто нереально сейчас. Нет, честно говоря, а депутат, депутату Верховного Совета на вашем округе обращались? Писали письма? Да, да, обращались. Что депутат сказал? Говорит, ну, ничем помочь не надо. Да ну ладно, ну как же ж такое. А местная власть, у них шаблоны есть заготовленные, они отвечают там по шаблонам. У меня есть много писем, к кому я обращалась, я писала президенту, писала премьер-министю, но это понятно, что все отправляется сюда. Президенту писали, а ответ какой был? А они направляют, первонаправляют сюда, в миску, по месту, переправляют сюда, и тут тоже самое мне ответ присылают, что всегда. Нет, сейчас, мне сейчас это непонятно, как они... Вы покажите мне эти письма, там есть исходящие номера в этих письмах? Это что такое? Ну, вот когда вы пишете письмо президенту обращения, либо премьер-министу, у вас должен быть исходящий номер, по этому номеру, они дальше идут документы, вы можете их отслеживать ответ. Потому что любой ответ должен, даже если они перекинули на местную власть, они должны были отписаться, почему они перекинули на местную власть, и дать местной власти время на решение вопроса этого, понимаете, потому что у вас пять детей, у вас не два ребенка, и не один. Пять детей на улице, но как это? Да, найди, пожалуйста, там есть... Ну, вы покажите. Я в шоке, для меня это дикий шок. Ну, то есть, это было еще до карантина вращения все эти, а во время карантина это просто все усугубилось, и плюс это с продажей дома, ну, такое... Ну, как бы новые хозяева немножко терпят, я так понимаю, они вошли в ситуацию, что... Да, они вошли в ситуацию, да, то есть, нам как бы было время карантина, плюс нам еще месяц дали, ну, говоря, и этот месяц, ну, уже закончился фактически, да. Ну, понятно, что они тоже люди, невозможно, там, пойдут на уступки, да, там, еще, возможно, там, две недели, еще месяц... Не, ну, я, с одной стороны, я и понимаю, ну, хозяев дома, потому что это их дом, и... Да, потому что они живут в общежитии, и им бы хотелось заехать в любое место. И у них тоже маленькие дети, и тоже их можно померить. Да. Это все отписки, письма такие? Да. То, что, ну, надо разбирать, да. Ну, вот где был президенту письмо, чтобы я понимать, хочу показать просто украинцам, как у нас решается вопрос вовсе президент. Ты же понимаешь, Зеленскому же было письмо, да, написано? Да. Ну, вот, господин Зеленский, сейчас мы вам письмо покажем, вам, которого до вас, наверное, не дошло 100%. Многодетная семья, пять детей могут оказаться на улице. Президент Украины, администрация президента Украины. Это вам отписка была, да? Так, у повноваженной президент Украины справки дитини, ваша взялатима житта, введенный регион, вот, его телеприлиточное учительство, так-так-так, так, так, заглядя, с статьей 15. Только Романдянскому, что у нас есть 18, 18, 18. Правда, понятно, очередная отписка, и вообще ничего. А нет, это способ этой жизни, это он мне написал написать, и он им тоже написал. Админістрация президента... Ось, ось, админістрация президента... Ну, они перекинули на Ратушняка, я понял. Это повноваженный президент, это справа дитини, да, Куліба. То есть, он меня попросил, чтобы я официально ему прислала, потому что я тоже ему писала на Фейсбуке, да, чтобы помогли. То есть, он тоже перенаправил. А здесь написали о том, что ваша зверяна без оформления дотримана цих вопросов, то есть, сколько заявок подписано, оно повертается вам. То есть, они вам отправляли о том, что зверяна не приняли. Сейчас, значит, вы здесь приняли. Слушайте, у вас просто уже сбор макулатуры по поводу, я вижу, отписок и всего остального. Потому что здесь только отписка. То есть, отписка о том, что здесь не приняли, а здесь у повноважения прав дитины. Ну, опять же, хорошо, а социальные службы обращались? Социальные службы к нам приходили, они акции ставили, что действительно у нас есть нужда, есть такая проблема. Выделили нам тысячу гривен, вот за эти три месяца. На пять детей? Да. Тысячу гривен. Неплохо. Я бы очень хотел, чтобы Ленский на своих детей выделил тысячу гривен на целый месяц. Слушайте, ну, это честно. Что с медициной бардак у нас? Что с... Ну, это Киевская областная державная администрация. Я говорю за ваше звернание, бескресенье отримано, что вы не сожиданное жидово-властность. Сейчас, 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 сейчас. все они отправили вас просто да они отписались то есть это здесь даже нормального ответа нет по сути сколько вы писем не писали здесь одни отписки ну да миста бровары киевская областна центр обслуговывания звернений мое отодержание значит ноль сегодня предбачено потому что компенсат был единственным предыдущим полившение числовых умов ну то есть здесь я вижу что отписались о том что вы то что сейчас закон не работает но по сути вот как здесь написали о том что он и мая кривой тоже надо только модем плечных умов переговоры киршек обица его и назначенным что понятно есть отписались о том что я поняла дни да они просто вставляют сюда фамилии и все итак ну мой вам совет для начала то что писать письмо президенту и лично к нему ехать в офис президента это будет это сто процентов вам надо будет делать потому что я вижу что вот эта вся бюрократия она просто не работает это вся машина которая блокируется на самом начале этапе да и все я знаю я вчера я уже одинаково заготовлено отправляют ну я вам как как я советую первого на первого сначала опять же пока карантин то вы даже бриток местного до 100 процентов поэтому либо на следующей неделе если ничего никак не среагируется на эти все звезды на нее и на мое видео обращение вы можете просто сейчас как бы там есть дети собрались чтобы вы были просто можете обратиться да то есть официально потому что они меня смотрят все и офисы и смех или я уже просто даже не хочу честно говоря мне вот знаете как как все олега бороть как хочется перестрелять всех они об этом знают и вот он уже ни разу говорил потому что машина у нас системы очень нерабо она вообще никак и нигде что можете обратиться чтобы она была зафиксирована видео обращение а дальше составим письмо вы его напишите да как она правильно есть мы я вместе с вами то есть если господин зеленский захочет принять всех ваших деток я думаю захочет принять не откажет как мы все вместе я вам посажу машину образом все поедем просто в апартаменты президента ну и потребуем встречи либо с президентом либо с представителем президента чтобы он дал ответ четкий да да нет нет и чтобы потом люди которых тоже семьи многодетно не понимали на что им рассчитывать нужно по вашему примеру уж не одни такие вот тоже понимать в украине очень много многодетных семей которые рассчитывают пока на какую-то помощь от власти но только так пока как я могу вам посоветовать потому что вот эта проблема она никого не интересует только тех пока кто не столкнулся с этим вот тут и сталкиваются стата сразу эта проблема решается ну то есть ну естественно мою вы пока без работы нормально да то есть у вас такие вот официальная работа и вот там буквально неделю да то есть я нашел работу на столах потому что я не буду ждать пока там за равно ну да потому что нету заказов с мебелью нету работы с мебелью я работаю на складах с пословочными машинами работа такая физическая но это из-за того что надо просто что-то делать не сидеть на месте еще напишите письмо и на президента письмо как она есть да то есть вот от руки как она есть что она есть как у вас ситуация происходит и начните письмо на мэра броваров с мэром не чуть попроще будет я его додавлю то есть я его заставлю чтобы он хотя бы либо ответил либо не ответил нож оффшот он сделал с президента могут по-другому решать то есть президентом чуть-чуть потяжелее там нужен резонанс нужны люди а с мэром без проблем то есть напишите это но я возьму это письмо на следующей неделе образом там поняли вторник когда я буду и просто пойду к нему и эфиром и скажу вот что решали не решали знаете ли ситуацию что у вас броварах многодетная семья тем более у нас президент говорил о том что то же самое нет тогда они пришли до посмотрели что есть такая ситуация и выделили тысячу гривен господи лучше пати 1000 гривен и себе засунули в одно место самом деле на пятерых детей можете дату с детьми чтобы это было как она есть можете да ну чтобы с детками просто сесть в эту вся украина увидела что перед детки ухоженные у вас не думали о том что как как вам угодно то есть где детка где деткам удобно будет чтобы все просто увидели о том что но есть слушайте но у меня честно я в шоке да ну по ней как разница детки есть детки неважно сколько деткам лет ну вы как взрослые детки вы можете принципе сказать я думаю что у вас сейчас видеть очень много людей чуть последствия когда я запущу этот в эфир видео лес увидит очень многие а той ситуации до что происходит и ну я пойти у нас когда какой-то резонанс что-то меняется резонанса нет не меняется все что-то думают что всегда проблему уходят стороной то есть вот вы сейчас видеть вот посмотрите украинцы это нормальная семья это не бомжи не бездетные то есть вот вот это все у нас когда машина так работает от остается на улице вы ну понятно ну а вы что что вы скажете взрослые детки ну вы взрослые детки надо же помогает добиваться чего-то родителям для меня честно говоря я в я в шоке то есть у вас две комнаты да здесь доме ну я так понимаю вы не просите настолько помощи как вот на знаете как вот милость у него просто просите чтобы на время вам выделили хоть что-то до чтобы вы могли немножечко раскрутиться и дальше уже сами будете и без денег пошел такой тупик что все услышал тогда напишите пишите письмо пишите на вашего мэра я не знак его зовут на посмотрите как его там правильно зовут шапки на мэра о ситуации распишите и шапки на зеленского и также ситуацию распишите зеленским я так же самое добьюсь так чтобы у меня приняли этот документ сходящим номером не был отписок если в течение там пяти дней не будет никаких результатов тогда мы просто вместе с вами едем вместе туда в офис президента и я уже знаю куда ехать куда зайти и пускай потом они что хотя там то и делают но господин зеленский ждите нас там вот у себя где я вчера был у вас вот так вот с этой семьей которую принципе даже не просит милости меня просто просит помощи о том чтобы временно дать им жилье или хотя бы помочь жильем все я тогда пошел пока закончу сейчас и сейчас сейчас скажу вам знаете не стандартное вообще видео у меня сегодня вот мы привыкли к медикам резонансу о том что есть проблема я уже говорил многим кто мне пишет о том что антон помоги помоги туда помоги с полицией помоги с моргами я не могу разорваться на всех все что я могу это осветить эту проблему показать эту проблему который есть в украине но я вам говорю что мимо детей но не могу пройти даже если это не касается медицины вот вы сейчас все просто увидели в целом как вам сказать ситуация на самом деле даже для обычного мэра броваров это вот так вот щелкнуть пальцем щелкнуть пальцем найти временное помещение для детей для многодетной семьи 5 детей на секундочку у нас мать героиня она спокойно может быть это молодая девушка достаточно молодая девушка и неважно рожает не рожает это хорошо что рожает украинцы на самом деле это реально хорошо что люди еще рожают потому что мы уже привыкли к тому что никто не хочет здесь ничего делать и у нас ситуация просто демографическая вот так тянет тянет вниз вниз поэтому мне очень большая просьба к вам если есть вариант выхода на мэра броваров вы обязательно тегните его в этом видео либо перешлите ему это видео пускай просто знает что если ближайшее время не решится вопрос с этой семьей то я готов вместе с ними приехать в офис президента и я думаю что господин зеленский когда мы там включимся прямо в эфире и подключим еще пару телеканалов и детки будут там у вас в приемной то поверьте это не 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 бомжи это не какие-то там социальные люди это дети эти дети которых принципе вот вы как президент как ответственная за нас всех здесь в украине вы отвечаете и за них также и выбросить просто на улицу людей я блин ну не по-людски это не по-украински еще раз говорю никто не просит помощи денежной помощи никто милость свою не просит они готовы работать отец готов работать и он сейчас нашу работу надо просто временное жилье 23 месяца людям дать чтобы детки не были на улице дети не болели и потом не требовали медицинской помощи вот и все и вопрос решился с многодетной этой семьей и дальше мы можем жить и понимаем что мы украинцы помогли вот в этом формате что-то сделать поэтому что не зонтик не нужен и нет все нормально поэтому я очень вас прошу о том чтобы эту ситуацию мы вместе с вами как-то разрулили помогли с моей стороны все что вот все что нужно то я сделаю все что пока я смог это сделать видео это показать вам украинцам о том что есть проблема все что не хочется от вас чтобы вы как можно больше распространили эту информацию донесли это до наших слуг народа и том что потом не рассказывали о том что а мы не знали а у нас этой проблемы не было а еще там что-то вот есть прямой эфир есть видео и есть проблема ту которую очень бы хотелось решить поэтому просто я вас прошу по-человечески но не доводите людей до отчаяния доведете до отчаяния будет жопа вот я вам серьезно как она есть не доводите пожалуйста для вас это не проблема не нужно не покупать квартиры ни дома ничего дайте на 3-4 месяца просто жилье людям тысячу гривен на пятерых детей выделили до мрази да лучше засуньте себе в жопу эти тысячу гривен купите себе мороженое надо захлебните мороженым на тысячу гривен пять детей тысячу гривен больные на голову пока пока встретимся завтра чернобаевском районе черкасса там где есть очень большая проблема